Добрый день, братья и сестры! Позвольте вместе с вами сказать слава Богу, что Господь действительно все совершил для нас, для нашего спасения, и нам сегодня остается всего-навсего принимать Его, радоваться в Нем, и благодарить, и прославлять Его. Наш пастор дал такое направление, или прочитал стих, о котором я уже неделю думаю, и он мне просто добавил его. Так говорит пророк Исаия, «Вот Бог спасение мое, и уповаю на Него». Давид говорит, «И упование мое в Боге», Моисей говорит, «Бог мой, на которого я уповаю, Господь упование мое». Давайте коротенько перед молитвой поразмыслим слово «упование». Раз оно сначала было, именно Бог дал возможность нам прочитать этот стих и сказать о том друг другу, что наше упование на Бога, давайте чуточку углубимся в него. Почему я говорю углубимся? Потому что упование имеет важное значение тем, что само слово «упование» – это доверие, полное доверие кому-либо, то есть доверие Богу. То есть я возлагаю свои заботы, свои проблемы, свою жизнь, свою семью, своих детей, свою работу, все, что во мне происходит, я возлагаю все на Господа. Но один из признаков определения, уповаю я ли на Бога и происходит ли в самом деле в моей жизни, что упование в этих псалмах также написано. «Однажды сказал Бог» и что дальше? «Дважды я слышал». Упование на Бога, Богу не надо два-три раза повторять. Человек конкретно слышит, потому что Богом было направлено к нему особой целью. Мы, к сожалению, приходим иногда в собрание и уходим в собрание, и в следующем воскресении мы забываем даже о чем было сказано в прошлом воскресении. Почему-то так происходит, почему-то забываем. Что-то, не знаю, чем это связано, но так оно иногда происходит. Но Слово Божие говорит, если упование, то человек должен понимать, что его жизнь полностью зависит от Бога, и необходимо ему слушать и слышать поручения Бога. Вот, когда человек приходит, и он не услышал, Бог сказал ему сегодня особый, да, то он проигрывает. Проигрывает тем, что он не услышал, что Бог ему хотел сказать. Он просто пропустил, а если пропустил, то он проиграл. Я бы так назвал это слово. Упование – это упование целиком, цельности, все буквально, ничего не оставляя на себе, а полностью доверяя это Богу. Как-то Иисус сказал такие слова. Все заботы ваши, что дальше? Возложите, что на меня все, все, все. Я повторяю эти слова. Когда мы говорим об уповании, нам надо задать вопрос, что такое вообще упование, и как эти люди видели благословение и успех в слове упование. Я взял и написал 8 пунктов, именно из 90-х и 61-го псалма, и то, что вы слышали сегодня про Рок Исаия, я взял именно этих 8 пунктов, которые, думаю, что важны для нас. Упование на Бога. Упование на Бога. Первое. Только в Боге успокаивается душа моя. Обратите внимание на эти слова. Упование на Бога происходит в жизни человека. Успокоение души моей в Боге. То есть, если я уповаю на Бога, то этот Бог, на кого я уповаю, моя душа успокаивается. Я думаю, здесь сидящие, как и я в числе с вами, найдем, что у нас внутри есть какая-то боль, которому нет лекарства. От головной боли или от сердца она не лечит. Ни еда, ни отдых, ничего не лечит. Есть внутри боль, которая может успокоиться только в Боге. И это правда. Иногда есть такие моменты в нашей жизни, где только успокаивается. И эти люди, я имею в виду Давид или Моисей, или пророки Сая пишут, что упование моего на Бога, только в Боге, в нем успокаивается душа моя. Второе. В Боге защита моя. Мы часто попадаем в ловушки, когда нас атакует. Иногда даже сатана атакует нас. И мы проигрываем этих атак. И здесь написано, у Он есть защита моя. В Боге, кого я уповаю, у Он есть защита моя. Другими словами, Он не позволит мне, чтобы кто-то навредил мне или наносит мне какого-то вреда, потому что у Он есть защита. Я почему сказал о сатане? Потому что Он старается найти христиан, которые чуть-чуть отделились от Бога. Чьих детей крадут сегодня? Там, где невнимательна мама, которая оставила ребенка и пошла за покупками. Согласны Вы со мной? Где у кого крадут кошелек? Кто невнимателен? Происходит беда невнимательности. И Бога здесь говорит, упование моего Бога, моя защита, и у меня проигрыша не будет. Никто не повредит мне. Третье. В Боге спасение мое. И именно в Боге мое спасение. Когда мы говорим о спасении, мы говорим, то мы все понимаем, что спасение от нас не зависит, а зависит спасение от Бога. От нас зависит упование на Бога. И у вас спасение на руках. Упование на Бога, доверие Богу в свою жизнь. Бог обязательно говорит спасение у меня, и я его тебе дам. Такого гарантия Бога. Следующее. Бог твердыня моя. Я думаю, что вы поймете у меня правильно, что иногда мы, как христиане, не всегда имеем под ногами хорошую почву. Почва веры. Почва надежды. Почва любви. У нас не всегда твердая. И мы иногда колеблемся. Колеблемся вере. Колеблемся надежды. Мы вообще иногда колеблемся в Слове Божьем. Мы просто иногда шатаемся. Потому что почва слабая. Твердыни под ногами нет. И это одна из проблем, что ты считаешься. И здесь написано. Упование моего на Господа. Бог мой, твердыня моя. Я на хорошем основании стою. Я стою в основании моего Иисуса. В его твердыне, его силе, его крови стою. И аминь. Потому что я на него уповаю. Я полностью доверил ему жизнь. Я перечисляю эти с тем, чтобы мы поняли, какое последствие благословения имеет само упование на Бога или возложение на Бога нашу жизнь. Следующее. В Боге убежище мое. Слово убежище, вы знаете, есть такое слово политическое убежище. Есть убежище прикрытия. То есть, в Израиле было, можно было прийти в город и прикрываться от тем, чтобы тебя там не преследовали. И сейчас есть такое, люди убегают из другой страны, ищут политическое убежище, чтобы их сохранили. Здесь говорит, что Бог мой, которым я уповаю, Он есть убежище мое. Слово убежище, я в полном ограждении охраны Бога моего. И мне нечего бояться. И пророк Исаик говорит, я не боюсь. Я не боюсь, уповаю на Бога, и я не боюсь вообще. Почему? Потому что мое упование на Бога моего. И Он убежище мое. И Он является оградой для меня. Конечно, я как-то выражаю такие слова иногда, что проблема у нас, когда выходим из убежища, поднимаем голову, перепрыгиваем через забор, а там демоны. И тогда мы проигрываем. Они нам своими стрелами как в лоб дадут, мы даже не знаем, как перепрыгнуть обратно, и не хватает силы. Это правда. Поэтому всегда нужно находиться в этой убежище. Никогда не надо вылезти оттуда. Я называю вылезти, это мирские похоти. Мирские желания, это вылезти за ограду. Она не должна быть никогда у христианина. Правильно я говорю, или понятно я говорю? Спасибо. Следующее. Следующий пункт, в Боге надежда моя. Когда мы говорим слово надежды, мы надеемся, что Бог сделает то или другое. Мы надеемся, что будем с Господом. Мы надеемся, что будет завтра то или другое. Мы надеемся, что наши дети будут взрослые и потом школу закончат. Надеемся, что они станут христианами. Мы надеемся всего. Но иногда эта надежда у нас шатается. Мы иногда молимся за кого-то и перестаем молиться, потому что нет результатов. А слово нет результатов, значит, мы перестали надеяться на Бога. Мы перестали надеяться, что Бог может делать. И здесь я подчеркну слово. Уповающий на Господа в Боге надежда моя. Слово надежда это твердая и непоколебимая моя надежда в Боге. Он точно выполнит его. И Он сделает то, что я надеюсь и верю, Он осуществит в моей жизни. Так говорит Слово Божье. Следующее. В Боге крепость силы моей. Наверное, вы все понимаете, что каждый христианин должен обладать силой свыше. Мы это понимаем. Когда мы говорим о том, что христианин должен одеться, шлем меч, там щит и все остальное, если его перевести на человеческий язык, там килограмм пятьдесят весит. Скажите мне, если кому-нибудь из вас сейчас повесит всю эту железяку, одеть вас с ног до головы, вы свалитесь? Вы просто свалитесь, потому что у вас не хватит силы. Но вам еще надо бороться, вам надо меч взять, который килограмм восемь или семь имеет тяжелый железный, с ним надо махать еще попробуйте, левой рукой шить надо держать, тоже тяжелый. Тут нужна сила. И вот здесь есть слово, в Боге моем, на кого я опираюсь или уповаю, в нем сила моя. Вот здесь как раз речь идет о Божьей силе в нас, когда мы опираемся на Бога. И я скажу еще одну фразу. Мы часто, к сожалению, опираемся на себя, на наше знание. И она проигрывает. Знаете, как я его объясню вам? У меня есть опыт водительский и есть опыт строительный. Опыт. Но если вы меня, я раньше мог в день там 300 камней, камень, большие камни, крымские камни ложить на стену. 300 камней в день. Сегодня, если я 10 положу, это будет хорошо. Дальше не смогу. Но у меня знание есть, а силы нету. Вот вся проблема. То есть у человека духовно может знание много, а силы не обладает. И упование на Бога в Боге его сила. Независимо его годы, его опыта, его состояние. Независимо. А возлагая на Бога или уповая на Господа, Господь дает силу. Еще один момент. В Боге слава моя. Я хочу на него подчеркнуть такими словами, что многие из нас иногда разочаровываются тем, что на них не обращают внимания, они много делают. Вот даже простые вот эти провода тянуть, вот этот кабель, вот эти установки, они незаметны. Это люди, кто-то делает, но никто незаметно. Мы все уходим, они собирают, мотают там, они незаметны. И редко бывает сказать, спасибо вам, что вы это делаете. И люди иногда приходят разочарования, что вот все ушли, я здесь убрал, я здесь что-то делал. Но на меня никто не обратил внимания, даже спасибо не сказали. И смотри, что написано, как эти люди видят. Упование на Господа, в Боге моя слава. Вы слышите? Он пишет в своей книге свою славу. И когда я пристану перед ним, он скажет, Ваня, Петя, иди сюда. Вот ты мой сын. Твоя слава, вот она. И он прочтет. Скажите, что не так. Это правда. Я хочу, чтобы вы никогда не разочаровались. Если вас не видно, если вас незаметно, вы делаете для Бога, и он пишет все. И в нем, его книги, слава ваша, но не на земле. А если ожидаете здесь славы, там книга будет вычеркнута. Не стоит здесь ждать этой славы. Вам дадут славу, когда будете лежать в гробу. Скажут добрые, хорошие слова. И знаете, как говорят, слава Богу, что он умер. А другие говорят, слава Богу, он хороший человек был. Но тогда скажут, когда вы не услышите в гробу. Но пока здесь никто вам не скажет. И я хочу этим сказать тем, что в Боге слава моя. Если такой надеждой жить, человек будет много-много делать для Бога, потому что все в небе пишется. Какие бы они ни были, небо пишет, Бог мой пишет. И поэтому здесь идет речь упования моего на Бога, моя слава на небе. Слава Богу. Я хочу закончить мои беседы с такими словами. Смотрите, что когда Моисей говорит Бог мой, на которого я уповаю. Смотрите, вот слова, да, вот он говорит, Моисей говорит, Бог, которого я уповаю, на которого я уповаю. Смотрите, что Бог отвечает ему. Что Бог говорит. За то, что ты, смотрите, слово, за то, что он возлюбил меня, За то, что Он возлюбил меня, то есть упование на Бога, возложить все на Господа, это надо полюбить Бога. Вы не можете уповать на кого-то, если вы его не любите. Вы никогда ему не будете доверять ничего, потому что вы его не любите. Вы с ним, если не хотите встречаться, что я буду, если с кем-то я не хочу встречаться, что я ему буду доверять? Да никогда в жизни. Мне надо полюбить Его, потом доверять Ему, потом доверять свою жизнь. И Бог говорит, за то, что Он возлюбил меня, я добавлю себе, за то, что Он уповает на меня, и что дальше написано? Два пункта, сильные слова. На что нужно обратить внимание? Избавлю Его и защищу Его. Вот когда мы молимся Господи, защити, избавь, помоги, нельзя это делать. Просто надо сказать, Господи, я хочу изменить отношение с Тобою. Я хочу уповать на Тебя, доверить жизнь на Тебя. И что дальше? А Он скажет, аминь, я Тебе сейчас помогу. То есть действие Бога начинается именно в этом процессе. Но не наоборот. Мы иногда хотим Бога заставить, чтобы Он делал то, что мы хотим. Ну, то, что нужно, или то, что необходимо. Но Бог совсем наоборот относится ко всему этому. Начинается мое упование на Бога и любви к Господу. Вот отсюда начинается весь процесс. Дальше. Чтобы нам яснее было, смотрите. Я задаю опять же вопрос. Почему ты этого сделал? Почему ты это делаешь? Смотри, что он отвечает Бог. Потому что он познал имя мое. Я делаю, я его защищаю, я его избавляю, я ему помогаю. Потому что он понял и полюбил меня и познал имя мое. Познание – это значит стопроцентное доверие мне. Так говорит Слово Божие. Он доверил меня. И тогда я последний пункт, и вам прочту их. Что говорит Бог? Каким ответом он говорит? Он помолится. Так Бог говорит, смотрите. Возовет ко мне. Что дальше? Услыши его. Тот, кто уповает на меня, доверяет свою жизнь мне, он возовет. Я услышу его. Другим словом, я отвечу ему. Дальше. Следующий. С ним скорби. Какие бы ни были у него непредвиденные ситуации в жизни, какие бы сложности ни были, я буду рядом. Всегда. Везде. Помните, как Христос сказал? Во все дни в жизни вашей, да, буду до конца. Во все дни ваши. Я буду с вами. Следующее. Избавлю его. Где бы он ни оказался, в какой бы ситуации ни оказался, Бог говорит, я его избавлю, я его вытащу, я ему помогу. Я его не позволю, чтобы было больше или хуже его жизни. Следующий, долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение моё. Продлю его жизнь. Дам ему побольше пожить. Почему? Потому что он славит имя моё. Вот смотрите, когда мы говорим само слово, именно когда говорим слово упование на Бога, это пение, вот то, что мы слышали, пророк Исаи, да, говорит, пение моё в Господе, это слово, знаете, как его выразить можно, чтобы яснее было? Я пою, потому что у меня есть мой Бог, я с Ним вместе живу, я хочу везде говорить, слава Тебе, Господи, я радуюсь в Твоих очах и так далее. Почему? Потому что моя жизнь в руке его, и мне радостно, мне приятно, мне хочется благодарить, мне хочется петь. Вот как раз они так видели. Это жизнь. Павел, апостолы и Павел, и многие, да, и Пётр, да, они в тюрьме молились и пели. Я не думаю, что у них был сборник общего пения. Они, скорее всего, даже псалмы выдумывали там, и слова прославления. Я тоже когда-то сидел, я знаю, что такое камера, я тоже там пел. И даже у меня, знаете, как я пою, да, вы ещё не знаете, как я пою, да, но я вспоминал слова, которые я помнил, я его 10-20 раз повторял, я пел там, и славил Бога, а всё остальное я сам добавлял от себе слова. Но это было прославление. Моя душа славила моего Бога, потому что Он был со мной. И последнее, что я хочу вам прочитать. В 89-й Псалом написаны такие слова в 12-м стихе. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Обратите на эти слова внимание. «Чтобы Бог помог, чтобы нам исчислять дни наши и приобрести сердце мудрое». Почему? Потому что день за днём, год за годом мы приближаемся к этой встрече. Мы приближаемся, когда мы пристанем все пред Богом. Если моё упование, моя доверие не было этому Богу, то время тыкает, тыкает часы, и она забирает мою жизнь. И стоит подумать об этом, приобрести сердце мудрое. Что такое сердце мудрое? Осознавание о том, что моя жизнь должна быть целиком у Бога. Для этого нужно изменить своё отношение к Богу. И сказать Ему, Господь, я люблю Тебя, но не всегда я доверял Тебе. Мне Ты нравишься, но я не всегда позволял Тебе всё делать в моей жизни. Я много делаю сам. Я решаю сам. Я не всегда Тебе спрашиваю. Я всегда по-своему делаю. Это не доверие Богу. Доверие Богу, когда человек с утра начинает всё с Богом, и ничего не делает сам по своей воле. Всё буквально, начиная работой и заканчивая духовной, все вопросы с Господом. Я желаю вам Божьего благословения. Пусть сегодняшний день для вас запомнится на долгие годы. Упование на Господа. Это есть спокойствие, это есть спасение, это есть твердиня, это есть убежище. Всё вложено в этом слове. Аминь. Давайте помолимся и благодарим нашего Господа за это слово. Господи, я хочу поблагодарить Тебя сегодня за то, что Ты позаботился и обо мне, позволил мне собраться с народом Твоим вместе, сказать Тебе благодарности о том, что наше упование на Тебя Ты даёшь нам мир и покой, Ты даёшь нам утешение и благословение, Ты даёшь нам, Господь, именно спасение и убежище, и твёрдости, и спокойствия Ты утверждаешь наши сердца. И я благодарен Тебе за это. Я славлю Тебя за безграничную милость, что Ты людей, которые ничего не стоящие пред Тобою, Ты заботишься о них, как детях своих. Благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, что через Иисуса Христа Ты открыл нам это небо, Ты открыл нам Слово, Ты открыл нам Царство, Ты открыл нам Истину, и мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты послал во Христе Духа Святого, Который возродил нас познавать эту Истину. Дух Святой дал нам разумение и познать это Слово. Слава Тебе, мой Бог. И благодарение сегодня, что вновь Ты напомнил нам, напомнил о том, чтобы мы доверяли свою жизнь и имели эти благословения. Благослови каждого, кто сегодня в зале, Господь. Если кто-то не доверил свою жизнь, я прошу Тебя, именем Иисуса Христа, помоги, чтобы Он изменил отношение к Тебе. Скажи, что время близко, и чтобы мы считали время, имели мудрое сердце, и изменили отношение с Тобою. Благослови, мой Бог. Да будешь Ты прославлен, да будет имя Твое визвозиличено, потому что Ты наш Бог, и Ты наш Спаситель. Уповаем на Тебя, и благодарим Тебя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok